Всем привет! Неделю назад записал ролик о трех причинах поблагодарить Вселенную, и когда я ложился спать в тот день, я понял, что перечислил какие-то банальности. На самом деле, есть куда более важные штуки, за которые мы можем и должны благодарить Вселенную. Те три поинта, которые я перечислил в прошлом видео – электричество, вода и интернет – это все рукотворно, и на самом-то деле, без всего этого человек, в принципе, жил тысячелетиями и, наверное, и сможет жить, в случае, если все это пропадет. А есть ведь куда более важные вещи, без которых человек не сможет жить. И номер один – это сама по себе человеческая жизнь. Благодарить Вселенную за человеческую жизнь есть смысл хотя бы потому, что материально мы можем поблагодарить своих родителей, а потом мы должны поблагодарить их родителей, а потом родителей их родителей и так далее. И не видно конца и края этой последовательности благодарностей. Чтобы сократить все это, мы можем просто возблагодарить Вселенную, Божество, я не знаю, небеса, духов, высшие силы. Человек на заре своего существования все, что не мог объяснить, приписывал высшим силам. И все случайные события, в том числе, он приписывал высшим силам. Будь то позитивные случайные события или негативные случайные события. Поскольку человек не видел, почему они происходят, не видел корень, он приписывал это высшим силам. И сейчас я могу сказать, что я не вижу где-то грань, за которой я должен благодарить последовательность своих предков. И где-то, например, пролегает та грань, за которой уже можно не благодарить. На самом-то деле этой грани вообще нет. И это делает чудесным, собственно, эту последовательность. Это реально чудо. Поэтому все мы имеем возможность поблагодарить Вселенную или высшие силы. Кому что удобнее. Забегая вперед, я хочу сказать, что, наверное, нет даже ничего более ценного, чем жизнь. И не только человеческая. Жизнь зверей, жизнь планет, жизнь растений, жизнь звезд, галактик. Потому что для каждого из перечисленных объектов достаточно сложно определить всю последовательность событий, которые привели к ее возникновению. И это делает любое рождение любой сущности чудесным. И поскольку жизнь, как мы выяснили, это чудо, а лишать кого-то жизни – это величайшее преступление. Если люди смогут начать ценить человеческую жизнь, ценить жизнь каждого, своего собрата, жизнь ближнего, жизнь прохожего, то в мире будет меньше конфликтов и меньше войн, скорее всего. Под номером два, за что мы можем поблагодарить Вселенную или высшие силы – время. И вместе с временем я бы поставил вообще в принципе все законы физики. Законы физики представляют из себя довольно красивую штуковину. Законы физики могут быть описаны математикой. Математика является хорошим инструментом для описания законов физики. И эти законы, что интересно, работают в точке А, работают в точке Б, в точке С. То есть изучив законы физики в одной системе, можно их применять в другой системе. Хотя, конечно, квантовые физики, наверное, со мной не согласятся. В мире квантовых частиц свои законы. Но ведь мы можем сказать, что изучив квантовые законы в одной системе, мы эти квантовые законы можем применить в другой квантовой системе. Я не Копенгаген в квантовой физике, не знаю, может быть, я не прав, может быть, я сейчас сморозил какую-то чушь. Если вам это интересно, детальнее, изучите квантовую физику и расскажите в комментариях. Время – интересная штука. Человечество вело такое понятие, как время, чтобы описывать движение. Есть время, вот часики тикают, тик-так, тик-так, есть секунда. Откуда взялась секунда, а кто его знает. Ну, а вообще, изначально время мерили днями, просто потому что один день сменяется другим днем. И это весьма заметное событие, поскольку наступает ночь, и солнце перестает светить. Довольно просто измерять дни. Ну, и дальше начали уже уточнять, бить дни на часы, разбивать год на дни, разбивать год на месяцы. Таким образом, у нас появилась градация, появилась такая сетка. Но по факту-то это всего лишь описание движения. Движение солнца, движение земли вокруг солнца и движение земли вокруг своей оси. Движение песка в колбе. То есть, время – это вымышленная штуковина для описания движения, протекающего во времени. Во времени, которого нет. Кто скажет вам, что такое время? Да никто. Тем более, что время может течь по-разному в разных системах измерения. Время – очень интересная штука. За время хочется поблагодарить Вселенную за то, что время есть. Потому что, если бы времени не было, не было бы и движения. На самом деле, говоря время, я и подразумеваю движение. Я благодарю Вселенную за движение. Под номером три у нас стоит солнце. Без солнца не было бы фотосинтеза. Растения не выделяли бы из СО2 кислород. И нам было бы нечем дышать. Две тысячи лет назад на Земле были распространены солярные религии. И Солнце у многих народов считалось божеством. Например, у зороастрийцев, насколько я помню. Хотя позже они переключились как-то на огонь. Да, без Солнца не было бы жизни. Наличие Солнца является условием для того, чтобы была человеческая жизнь на планете Земля. В контексте планеты Земля Солнце – необходимые условия для жизни, для пункта номер один. Под номером четыре, конечно же, Земля. Земля с атмосферой. В нашей галактике много планет. Но далеко не у всех планет есть пригодная для жизни атмосфера. То, что на Земле сложилась именно такая атмосфера, именно с таким количеством кислорода, азота, углекислого газа и прочих газов – это большое чудо. И мы все обязаны своей жизнью этому чуду. И опять же, пункт номер один – человеческая жизнь. Он тоже обязан Земле. И получается, что пункт номер два, пункт номер три и пункт номер четыре – это необходимые условия для появления пункта номер один. Хотя под пунктом номер один – жизнь. Я имею в виду не только человеческая жизнь на конкретно этой планете, а вообще, в принципе, жизнь. И получается, что вообще, в принципе, жизнь, без нее невозможно существование планет. И время, наверное, тоже не будет существовать без понятия жизни. Время – это шкала для описания движения, а движение – это жизнь. Вот такая вот шиза. Если кто-то из вас считает, что мир вокруг – это матрица и это плод вашего воображения, то, возможно, у вас и нет причин кого-либо благодарить, кроме самих себя. Я не придерживаюсь таких взглядов, поэтому я искренне благодарен Вселенной, Всевышнему, Небу, Божествам, Духам, как ни назови, Высшим Силам. Я благодарен за то, что у меня есть жизнь, и за то, что у людей рядом со мной есть жизнь, и за то, что у зверей и растений есть жизнь, и у планет есть жизнь, и у звезд есть жизнь, и у галактик, и у Вселенной есть жизнь. Я благодарен за то, что есть время, за то, что есть движение, за то, что мы все двигаемся из точки А в точку Б. Кто-то растет, кто-то развивается, кто-то деградирует. У каждого есть выбор, куда двигаться. У каждого есть выбор – сохранить свою жизнь или не сохранять ее. А также у каждого есть выбор – сохранять и помогать сохранять другим людям жизнь или не помогать. И, конечно же, я благодарен за солнце над головой и за землю под ногами. Вот такой вот получился философский выпуск. Это гораздо круче, чем в прошлый раз, потому что электричество было рукотворным. Вода в квартире – это рукотворная штуковина. Собственно, без электричества, без воды и без интернета – тоже рукотворного. Мы вполне можем прожить. А без солнца попробуй проживи. Попробуй проживи без земли. Попробуй проживи без жизни – вообще абсурд. Видите, у нас полно причин поблагодарить вселенную. И лучше испытывать чувство благодарности и исходящее из этого чувства благодарности чувство любви, чем злобу, зависть, гнев и прочее. В этом абсолютно нет никакого смысла. Лучше испытывать чувство благодарности. Чувство благодарности напитает вас положительной энергией, зарядит на весь день. За сим прощаюсь. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем выпуске. Мир.